И вновь начинаем выпуск с ликвидации последствий утечки дистоплива. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки собран 3691 кубометр топливно-водяной смеси, а итоговый показатель составляет уже почти 9 тысяч кубометров. На промоотвал уже вывезено почти 30 тысяч тонн загрязненного грунта, а с арбентом всего обработано 40 600 квадратных метров. 10 июня стало известно о новых задержаниях по делу о разливе нефтепродуктов. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России, в рамках расследования в качестве подозреваемых задержаны директор, главный инженер и заместитель главного инженера ТЭЦ-3. Уточняется, что сотрудники компании задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 246 Уголовного кодекса. Это нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия. Конец цитаты. И вот сегодня по поводу задержания сделал заявление директор заполярного филиала Норникеля Николай Уткин. Давайте послушаем. Считаем данную меру неоправданно жесткой. Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствиям. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами. И сегодня они были гораздо бы полезнее на ликвидации последствий аварии. Задержанным в ближайшее время должны предъявить обвинения. Напомню, под стражей с прошлой недели уже находится начальник цеха ТЭЦ-3. Многие норричане в соцсетях обсуждали, чем могла быть вызвана именно такая жесткая мера пресечения в отношении человека, который едва ли имел возможность избежать следствия или оказывать давление на него. Будем следить за развитием событий. Разгерметизация топливного резервуара в Норильске заставила федеральные власти заговорить о воссоздании системы мониторинга вечной мерзлоты. По предварительной версии, разлив топлива в Норильске произошел из-за таяния грунтов, вечной мерзлоты и просадки сваи, на которых стояла платформа с резервуаром. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, проект по восстановлению такой системы необходимо подготовить к концу 2020 года. В 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость на основе современных технологий воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты. Сейчас ученые говорят, что от 50 до 150 миллиардов рублей в год мы теряем от таяния мерзлоты. Наша задача – точно посчитать суммы, чтобы мы могли достоверно знать этот объем средств. Также геокреологи разработают алгоритм действий по типам объектов – жилые дома, дороги, трубопроводы и другие объекты. Это необходимо, чтобы точечно работать по каждому направлению. Министр Козлов заявил, что дешевле и безопаснее сейчас восстановить систему мониторинга мерзлоты, чем ликвидировать последствия аварии в дальнейшем. Геокреологи должны направить в Министерство предложения, в каких точках необходимо установить станции для мониторинга и создать методику работы с данными о состоянии мерзлоты, которая позволит оперативно реагировать на риски и управлять ими. А теперь о ситуации с коронавирусом. В Норильске за последние сутки двое новых заболевших, но и еще семь выздоровевших. Таким образом, с начала пандемии в нашем городе зарегистрировано 135 случаев заражения и 68 выздоровления. На карантин за минувшие сутки отправили еще 53 человека. В Дудинке COVID-19 подтвердили у 24 горожан. Под наблюдением медиков сегодня находится 207 человек. А в Крае за сутки диагноз подтвердили у 174 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5791 случаев заражения, а выздоровевших уже 1970 человек. Но сегодня от коронавируса скончались трое жителей региона, а за все время пандемии 53 человека. Тем временем послабления, перечисленные в недавнем указе губернатора края, коснулись и спортивных объектов Норильска. После почти трехмесячного перерыва в нашем городе открываются стадионы «Заполярник» и «Солнышко». Правда, не для всех, а только для профессиональных спортсменов и команд. В первую очередь этого ждали футболисты, ведь для них тренировки на свежем воздухе – лучший способ держать себя в форме. Пока идет дождь, стадион «Заполярник» пуст. Но заниматься здесь уже могут сборные Красноярского края, а также сборные, которые входят в состав сборных России. У нас на территории есть такие спортсмены – это воспитанники наших детских спортивных школ, это также воспитанники Федерации по видам спорта, которые являются победителями всех чемпионатов и первенств нашего города и, соответственно, являются кандидатами членов сборной края. Чтобы выйти на стадион, старший по команде должен согласовать тренировку с управлением по спорту. Но если оградительную ленту сняли со спортивной жизни региона, то отдых и туризм остается под замком. Это все скверы, парки, а также база Ольгуль. В части спортивная эта база является именно сезонной. Она является спортивной в зимний период времени. В летний период времени это база отдыха. И как другие базы отдыха на нашей территории, она является закрытой на сегодняшний момент. Объекты для отдыха возобновят работу вместе с соответствующим распоряжением краевых властей. Пока режим самоизоляции в регионе продлен до 14 июня. Василий Самотюшкин, Вячеслав Матвеев, Алексей Каменев. Новости северного города. Сложнее всего сейчас детям. У них каникулы, но податься им некуда. Вот родители и ломают голову, чем занять отпрысков. По данным Всероссийского опроса, озадачены этим более 80% россиян. Им пришлось отказываться от заграницы и выездных лагерей, поскольку считают такой отдых слишком рискованным. Но если у материковских родителей есть возможность вывести детей на дачи, то у нас ее нет. Северный город спросил у Норильчан, а как они организуют этим летом отдых своих детей. Выяснилось, что из 10 опрошенных только двое отправили своего ребенка на материк. Остальные предпочли оставить детей в городе. А вот чем будут занимать, давайте послушаем. У нас отпуск, у нас все планы пошли под хвост. Мы остались в Норильске. Ну а чем вы здесь занимаетесь помимо прогулок? К бабушке домой, к бабушке домой. А так мы заказали недавно ручку 3D. Вот и сейчас собираемся ее опробовать. Дом. Да, конечно. А чем вы дома занимаетесь? Может быть есть какое-нибудь хобби? Рисование. Рисует, танцует. Потому что она на танцы ходила, так что только так. Сложно. Очень сложно. Пока никак. Читаю книжки, сижу в телефоне, развлекаюсь как могу. С братом занимаюсь. Нет никаких хобби. Лагеря нету. Ничего нет. Дома сидим. Что мы еще делаем? Играем там, бегаем, прыгаем. Может быть рисуете, что-нибудь конструируете? Вот я занимаюсь лего-физикой, и поэтому у меня есть дома лего, и я люблю там собирать всякие машины драконов. Да, музыкой занимаюсь. А чем именно? Играете на музыкальных инструментах или поете? На музыкальных инструментах. Очень сложно. Чаще всего дома еле выезжаем. Да пока сидят дома, ничего не делают. А сейчас покажем, как опасно развлекаются некоторые подростки на каникулах в Норильске. Видимо, от безделия. Они развели огонь прямо на сухой траве. И это при том, что в городе Инна-Таймыре введен особый противопожарный режим. Не надо полганы, потому что... Подожгли и выложили в соцсети. Норильских подростков, чуть не устроивших пожар в Тундре, сейчас устанавливает полиция. Они нарушили требования пожарной безопасности. Так что их родители ждет штраф до 3000 рублей. Но есть и уголовная ответственность, предусмотренная за уничтожение или повреждение лесных насаждений до 10 лет лишения свободы. Любят норильщане развести огонь и в черте города. На озере Долгом, например, видимо, не знают, что штрафы за открытый огонь в жилой зоне или во дворе от 100 до 420 тысяч рублей. Сейчас к пожарной безопасности в регионе повышенное внимание правительством края с 9 июня в Норильске и на Таймыре введен особый противопожарный режим. Это позволит в случае серьезных возгораний вовремя выделить деньги на их тушение. Но чтобы до этого не дошло, полиция и спасатели выходят в рейды. Да и сами жители могут сообщать правоохранителям о таких фактах. Стражи порядка должны оперативно реагировать на поступающую информацию. И уже перед записью выпуска норильская полиция сообщила, что установлено место, где подростки разожгли костер. Это было в тундре за строением на лауреатов 44. На месте было семеро несовершеннолетних норильчан. Опрошен пока один из них. Он сообщил, что костер они подожгли не специально. Играли со спичками. Все потушили и только потом ушли. Тем не менее, по факту составлен протокол о нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. И еще о происшествиях. В среду утром в КРК не случилась авария. Там столкнулись две легковушки. Пострадали два человека. Не шевелится. Не, шевелится. А? Шевелится. Шевелится. Такую картину в среду утром сняли очевидцы ДТП на свои мобильные телефоны. Это первые минуты после аварии. Некоторые прохожие, не дожидаясь приезда скорой, пришли на помощь пострадавшим. Само же столкновение легковушек произошло на улице Строительной. По одной из версий, водитель «Волги» разгонался почти до 100 км в час. Выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с иномаркой. От сильного удара ее отбросило на часть тротуара. Оба автомобиля едва ли подлежат восстановлению. Участники ДТП госпитализированы. На месте также удалось выяснить. Водитель иномарки «Женщина» ей около 50 лет. Машина была ее основным источником дохода. Дома ее ждут трое детей. Дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. И такая информация для водителей и пешеходов. 12 июня объявлено выходным праздничным днем. Но в этом году Ленинский проспект не станет пешеходной зоной, как это было раньше. Такое решение приняли власти города в связи с запретом на массовые мероприятия в период пандемии. Однако несколько участков разных улиц все же закроют для транспорта, чтобы отремонтировать дороги или магистральные коллекторы. Ближайшее закрытие планируемое – это участок улицы Богдана Хмельницкого на проведение работ по ремонту магистрального коллектора на участке от 50 лет Октября до Севастопольской. Просьба к водителям с пониманием отнестись к производству работ, в том числе и на проезжей части. Так как лето у нас короткое, возможности по ремонту работ ограничены. Климатическими условиями. Работы будут идти по вечерам и ночам, чтобы не создавать заторов на дороге. Уже закрыт участок на улице Анисимова у дома номер 5. Там чинят канализационные трубы. Срок окончания всех работ пока не определен. Дополнительную информацию можно получить по справке 400-700. В Норильске испытывают новую версию экзоскелетов. В пятую по счету модель инженеры Курского университета добавили много электронных функций. В аппарате появились газоанализатор, видеокамера, Wi-Fi модуль, с помощью которого можно выводить все параметры устройства на планшет или смартфон. Заметно улучшили эргономику экзоскелета. Но предназначение осталось неизменным. Обезопасить работников и повысить их производительность. Перед вами экзоскелеты с индексом 1.5. Новые образцы сейчас проходят промышленные испытания в заполярном филиале. Главная задача этих устройств – облегчить работу тех, чей труд связан с перемещением тяжестей. В экзоскелете человек может с легкостью поднять груз массой до 60 килограммов. А вес этой трубы – 110 килограммов. Операторы экзоскелетов работают в паре. Шаг назад. Два шага назад. Три шага назад. Спуск. Норникель проектирует и собирает из-за скелета в партнерстве с Курским Юго-Западным Государственным Университетом. Первый образец появился в лаборатории университета больше года назад. От него последняя версия отличается кардинально. Например, заметно доработали эргономику и добавили регулировок. Появился облегающий грудь-жилет и пульты управления лебёдкой. Также очень удобные застёжки, фиксация сзади, очень удобные подушечки. Изменили дизайн и регулировку для крепления стопы. Изменили конструкцию также стопы. То есть теперь нет никакого отклонения от ведущей конструкции голени в сторону. А чёткая энергетика уходит в пятку. То есть это крайне удобно. Это не мешает движению, и человек ощущает себя в этом экзоскелете, ну как во второй коже. Что касается далее удобства. Прошлая модель, четвёртая модель, она была весом 24 килограмма. Сейчас эта модель весит 17 килограмм. Добавили и Wi-Fi-модуль с видеокамерой. Изображение с неё и другие параметры можно передавать на любой смартфон или планшет. Чтобы работать в экзоскелете, нужно пройти специальные курсы. Сейчас в Норильске 8 работников получили корочки операторов экзоскелета. Один из них – электросварщик Николай Лысаков. В компании работает 5 лет и теперь может авторитетно назвать главный плюс технологической новинки. Не беспокоишься за своё здоровье, зная, что будешь совершенно здоров, так как вся нагрузка уходит на экзоскелетный комплекс. А раньше? А раньше можно было сорвать спину при подъёме какой-нибудь груза или ещё что-либо. Ручной труд никак не заменить всё-таки, но он упростит работу рабочим, намного упростит и обезопасит. Работать в экзоскелете просто. И обучение много времени и сил не потребуют, уверяют специалисты. А раз так, можем и мы оценить плюсы аппарата на себе. Ранее мои коллеги Михаил Чернов и Василиса Матюшкина уже испытывали предыдущие поколения экзоскелетов. Но у них были прототипы третьего и четвёртого поколения, а этот уже пятого. С усиленной электронной начинкой, с Wi-Fi модулем, с видеокамерой и газоанализаторами. А ещё и в маске, так что у меня будет тотальная защита всех органов. Виктор, скажите, какие габариты пользователи вообще экзоскелет допускает? Ну, минимальный рост 162 сантиметра, максимальный 1,95 метра. То есть мы сейчас его будем испытывать на максималках? Да. Перемещаться в экзоскелете непривычно. Чувствуешь себя как в скорлупе. Но всё-таки первые шаги дались довольно просто. Теперь можно протестировать его и на грузоподъёмность. Задвижка сейчас весит. Мы вам делаем полегче, но весит 30 килограмм. Сколько? 30 килограмм. 30 килограммов. А я думал, 2. А чувствуется как 2. Всё. Задвижка эта полтинник. Весит она 30 килограммов. И сейчас подниму её уже без экзоскелета за счёт своих внутренних ресурсов. Ну, пробуем. Ну, знаете, уже вес ощущается. Хоть, конечно, и справляюсь, но далеко я её не унесу и долго вот так вот в руках не продержу. Чего не скажешь про экзоскелет. Конечно, вещь полезная. Потребность в экзоскелетах ещё не подсчитана. Но те, кто его опробовал, говорят, что для нескольких тысяч этих устройств работа в заполярном филиале всегда найдётся. Андрей Гришков и Артём Смирнов. Новости Северного города. С вами проект Северного города «Как не быть жертвой». Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как легко о вас могут узнать то, что вы считаете защищённой информацией. Несколько недель назад в Рунете появилась новость о том, что в сеть попали данные российских автовладельцев. Торговцы информации предлагали купить базу данных оптом и в розницу. По словам, у них имеется 129 миллионов записей общим объёмом в 24 гигабайта. Согласитесь, это немало. За продажу в одни руки чёрные коммерсанты просили 14 тысяч долларов, за копию почти 3 тысячи. Утверждается, что слитые базы содержат подробнейшую личную информацию о российских автовладельцах. От ИНН, даты рождения и паспортных данных, до года выпуска автомобиля, номера кузова и мощности двигателя. Ну а каковы мотивы тех, кто захочет купить такую информацию, не мне вам объяснять. Представьте, скажем, мошенника, выступающего в интернете продавцом или покупателем машины и вооружённого всеми актуальными данными, которые вы могли бы проверить. К сожалению, от слива данных в сеть никто не застрахован. Мошенники становятся всё более изобретательными. А подчас люди и фирмы буквально сами отдают в руки аферистов необходимую тем информацию. Далеко за примерами ходить не надо. Взять хотя бы крупный интернет-поисковик России. Открываем раздел «Картинки» и вбиваем в поисковую строку сканы паспортных данных. Через несколько секунд мы получаем даже не десятки, а сотни паспортов россиян из разных регионов страны. Порой даже крупные российские банки, сами того не подозревая, могут сделать аховый подарок злоумышленникам. Семь лет назад мои коллеги в одном из сюжетов подробно рассказали, как норильчанин нашёл на помойке личные дела заёмщиков крупной кредитной организации. Итак, Виктор Петрович, о вашей частной жизни нам известно всё. Где работаете, живёте, какая у вас семья, чем владеете, все квартиры, автомобили. И то, что в 2005 году вы взяли кредит на 250 тысяч. Даже копия вашего паспорта и телефона у нас на столе. Всё это, Виктор Петрович, нам сам того не желая, сообщил ваш банк, где вы ранее брали кредит. А это Павел Туров, владелец гаража на Голикова. Именно он обнаружил ваше личное дело вот на этой свалке. И не только ваше, а ещё сотен бывших заёмщиков крупнейшего банка России. Личные дела должны были уничтожаться полностью, но их тогда просто выкинули. Спустя 7 лет удалось найти ещё пару дел с той помойки. В каждой папке не просто история заёмщика, но и всех, кто однажды за него поручился. Вот дело некоего Владимира. Он женат, у него 5 детей. А гарантом его платежеспособности стал некто Александр. У него техническая специальность. Его среднемесячный доход составлял 38 тысяч рублей, из которых ежемесячно вычитывали 9,5 тысяч рублей за алименты и страховые взносы. Представьте, что такие подробности о вашей жизни попадут в руки злоумышленников. Показательная история одного жителя Москвы. В прошлом году мужчина узнал, что на него оформили 4 кредита. И ему ещё повезло, ведь злоумышленники предприняли ещё 34 попытки взять деньги, воспользовавшись его данными. Слава богу, только 4 увенчались успехом. Позже выяснилось, преступники использовали поддельный паспорт с серийным номером жертвы, но фотографии совсем другого человека. Закрутилась история за несколько лет до этих событий. Мужчина действительно обращался в банк, чтобы получить кредитную карту. Ему отказали, но вот данные сохранились в базе. Что же делать? Во-первых, помните, что согласно статье 14 Федерального закона о персональных данных, тот же заёмщик вправе требовать уточнения его персональных данных, блокирования или их уничтожения, если они являются неполными, устаревшими или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Ну а для организаций, работающих с персональными данными, таких, например, как банки, законом расписаны сроки уничтожения данных или блокирования доступа к ним. Ну а прямо сейчас мы сделаем то, что много лет назад должны были сделать банковские работники. Для этого нам даже пришлось выйти из собственной студии и нарушить наш привычный формат. Прямо сейчас мы уничтожим все эти документы, ведь, окажись, они не в тех руках. Они могли стать отличным подспорьем для различных мошеннических схем. Это проект новостей северного города «Как не быть жертвой». Смотрите нас, и мы расскажем, как не оказаться во власти обмана. 11 июня в Норильске облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду порывистый. Температура в городе плюс 4, плюс 7 градусов. Здравствуйте, цепроваты. Поговорить я сегодня хотел бы вот о чем. В эту среду утром впервые за несколько дней не было 11-часового брифинга МЧС для журналистов. Видно, спасателям захотелось уже отдохнуть от того марафона выездов и показов о том, что и как делается, которые, конечно, отвлекают личный состав. Я тут спасовцев понимаю, потому что или работать, или экскурсии водить. Собственно, на сегодня на той же амбарке побывали уже, кажется, все. От специалистов и начальников до экологов и представителей коренных народов Таймыра. Силы спасателей перебрасываются уже частично на очистку участка от ТЭЦ-3 до амбарки по всему пути протекания топлива. Но чего пока нету, чего все мы ждем, это официальная информация от штаба по ситуации на озере Пясино. Происшествие трагическое. Все больше сообщений, что часть нефтепродуктов попала в водную систему ниже выставленных заграждений. И ключевой вопрос, какая это часть? Вот это должны официально сообщить государевы службы. И здесь интересно, как федерация разрешит дуэль, которую краевая Минприроды, на мой взгляд, объявила Росприроднадзору. Почему объявила, есть у меня версия, но о ней в другой раз. Что касается описания возможного влияния на природу, я бы лично очень хотел услышать его оценку. Но при этом я бы хотел услышать не экспертов из находящихся за тысячи километров учреждений типа уважаемого СФУ, не от иногородних экологов и не от Олега Митволя, который недавно на голубом глазу рассуждал на ютубе, как опасен мазут из протекшей в Норильске канистры. Вот мне хотелось бы все-таки послушать тех, кто отличает солярку от мазута, и особенно тех, кто знает местную биосистему, потому что с ней работает. Я бы послушал специалистов местного не сельского хозяйства Арктики и, конечно, заповедников. Но настоящих экспертов, мне кажется, мы услышим, когда с историей сойдет политический пресс, и когда все перестанут волноваться, как серьезные экспертные мнения отразятся на сакраментальном «кто виноват?». Потому что я думал, что первая паника после видеоконференции с Путиным у ответственных лиц прошла, и от «кто виноват?» постепенно уже перешли к «что делать?». Но, оказывается, прошла не у всех. Губернатор Александр Ус на Медне дал краевому телеканалу большое интервью про Норильск. Полчаса, как с куста, я с интересом ждал новой информации, каких-то системных вещей, которые вот о таком должен был сказать именно губернатор. Тем более, ранее он сам анонсировал, что край вот прямо сейчас со своей стороны ринется всем помогать разрешению ситуации. Ну, думал я, вот оно, сейчас услышим, кто из краев присоединится к нарийским ликвидаторам, к мурманчанам, к федеральным МЧСовцам, к ребятам из «Газпромнефти», вот где сейчас свои родные краевые силы примчатся, помогут, плечо подставят. Но! Губернатор, к моему изумлению, начал совсем не с этого. Главное, с чего начал свое интервью Александр Ус, и что, естественно, тут же растиражировали федеральные СМИ, это то, как его дезинформировали. Собственно, вот кусок интервью. Почему вот в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желание скрыть происшедшее или масштабы происшедшего, нельзя? Ну, я еще раз просто повторю очевидные вещи. В первом донесении, собственно, когда это произошло, спустя небольшое количество времени, указывалось о том, что речь идет о столкновении автомобиля вот с этой емкостью. Мне очень неприятно это констатировать, но из уст губернатора, крупнейшего субъекта России, прозвучали вещи далекие от правды. Про столкновение автомобиля с емкостью писали, да, ну, как раз в соцсети, на которые УС позже ссылался Путину. А вот официальная информация говорила совсем о другом. И доказать это легче легкого. Вот скрин с сайта краевого МЧС. МЧСовцы, кстати, молодцы. Вот бывает, что невыгодная информация с сайтов некоторых ведомств пропадает. Но у этих все по-честному, можете проверить сами. Читаем. На территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Легковой автомобиль заехал в разлив, в результате чего произошло возгорание топлива. Еще раз. МЧС краевое сообщило о разгерметизации, разливе топлива и последующем возгорании. Ни о каком столкновении в официальных сообщениях не было речи и близко. А теперь посмотрите на время публикации на самом сайте. 29 мая в 12.55. То есть в пятницу моментально прилетела инфа про разгерметизацию в край. Моментально, потому что краевой же МЧС на своем сайте уже в 12.55 написал и про разгерметизацию, и про машину. Но не врезавшуюся, это ложь, а про то, что она загорелась уже в результате разлива, заехав в разлившееся топливо. Если это с первых часов знало и публиковало во всеуслышании краевой МЧС, как это мог не знать губернатор? И кто же его тогда дезинформировал, если придерживаться этого термина? Хотелось бы имя услышать. Поставить точку в вопросе, кто, что, кому сообщал, это вопрос принципиальный. Это вопрос ответственности, который не должен и не может остаться на уровне начальника цеха ТЭД, взятого под стражу, сложного на злодей, способный оказать давление на следствие. Норникель свою часть вины за произошедшее принял, но это не отменяет обязательную ответственность и компетентность властей всех уровней. Это, кстати, еще раз недвусмысленно транслировали из Москвы, теперь устами Патрушева. Авария на ТЭЦ Норильске подтверждает, что недооценка всех угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время видеосовещания по вопросам безопасности в Северо-Западном округе. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Арктической зоне России и обратился в том числе к губернаторам. Обратился к губернаторам. То есть уже из Совбеза, ну как бы напомнили губернаторам, что они отвечают за свои арктические территории, которым надо относиться не только как к кошельку, но которыми надо заниматься. И если Норникель уже подставил президенту повинную голову, заявив о готовности оплатить все работы и весь ущерб сверх и помимо штрафов, то краевая власть тоже должна перестать в детскую игру, по которой выходит, что краевой МЧС в первые даже не часы, а минуты после инцидента все знал и во всеуслышание сообщал, а губернатора в это самое время дезинформировали. Сказали дезинформировали, покажите кто. Вытащите на свет, с интересом посмотрим, где этот злобный вредитель. В Норильске или может быть все же в Крае. А это был Сопромат, увидимся!